Заложниками карантина оказались люди по всему миру. Семья Чудаковых из Самары зиму провела в Панаме. Билеты домой были куплены на начало апреля, но вылеты отменили. Они рассказывают, что из дома разрешен выход только в аптеку и за продуктами. Входы на набережную и в парке заколочены досками. После похода за продуктами болят глаза, помещения обрабатывают очень сильными средствами. И сегодня карантин ужесточили. Теперь из дома можно выйти только по паспорту, последние цифры которого с графиком вывесили в подъезде. К примеру, Екатерине теперь можно выходить из дома с 6.30 утра до 8.30. Вот что еще она рассказала нашему телеканалу. Я сейчас нахожусь в Панаме-Сити. Здесь карантин начался уже две недели назад, с 9 марта. Сказали, что введен карантин сразу на две недели. С 22 марта по 22 апреля закрыты все вылеты и прилеты. С 5 марта закрыты все школы, сады, университеты. Дети переведены на онлайн-обучение или же даны задания на три недели вперед. Закрыты все бассейны, все пляжи. Запрещено заниматься спортом на улице. Закрыты все парки. Нельзя гулять детям и выходить из дома. Все фиксируется в журналах на выходе из дома. Многие магазины уже заколотили стеклянные витрины фанерой, чтобы избежать мародерства. Но первый случай уже был вчера, когда просто люди зашли через вход и украли. В Панаме 200 человек заболевших коронавирусом. И имеется один летальный исход. Это директор муниципальной школы. Вход в магазин осуществляется маленькими группами. В основном очередь стоит за пределами магазина. Стоят с тележками. Расстояние между покупателями не менее одного метра. Для того, чтобы выгулить собаку, нужно разрешение, оформленное официально. В аптеках введено ограничение на покупку жаропонижающих и антисептических средств, а также масок. Нельзя покупать одному человеку более трех штук. Также введен комендантский час. С 9 вечера до 5 утра за выход предусмотрен штраф. Магазины работают ограниченное количество времени. С 7 утра до 7 вечера. Также закрыты все кинотеатры, все зоопарки и общественные места. Кафе и рестораны не работают. Можно только заказать на вынос или на доставку любую продукцию по телефону. Оплата наличными и безналичными, но в основном наличными.